Год экологии в Чебоксарах прошел конкурс на лучший экоцентр. Несколько десятков чебоксарских детских садов выставили на суд жюри свои природные уголки. Лучшими были признаны экоцентры четырех дошкольных учреждений. Среди них столичный детский сад номер 11. Я сегодня старший лаборант, а это мои помощники. Солнышко и водичка. Ребята, вы знаете, что такое лаборатория? Да. Мини-огород, образцы полезных ископаемых, насекомые под стеклом и импровизированный вулкан с извергающейся лавой. Воспитанники старшей группы 11 детского сада не играют в машинки и дочки матери. Вместо этого они с интересом знакомятся с окружающим миром. Мы узнаем много нового и становимся умными, потому что мы экспериментируем. Я узнала, что вулкан может извергать лаву, что он может засыпать и просыпаться. Самое сложное в работе с детьми – удерживать их внимание, делятся педагоги. Поэтому учебные материалы в экоцентре не совсем обычные. Каждый природный материал здесь можно потрогать. А вместо книг используются лэб-буки. Видно и наглядно, и красочно. В обычной книжке дети не все понимают. Помимо занятий в уголке природы, в детском саду проводят и другие экологические мероприятия. Это просветительский проект «Бумажный бум», различные экологические викторины, творческие выставки, проекты по озеленению территории дошкольного учреждения, вальс цветов, театр природы. А совсем скоро в детском саду заработает импровизированный сафари-парк. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.